Немножко вкратце хотел рассказать, а для чего вообще обследование нужно? Попадаются овраги, перепады. Вот такие бывают загвоздки. Забуксовали. Трактор сел. Вот такие моменты, они начинают предпринимателя стимулировать. Будем сталкиваться с трудностями. Нельзя останавливаться на это. Мы двигаемся дальше. Всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперт. И сегодня мы покажем рабочие процессы, что происходит до начала мульчирования линии электропередач. Разделились на три команды. Одна команда это я, вторая команда это наш мастер, третья команда это наш инженер. Мы займемся обследованием линий. У каждого есть в наличии автомобиль, резиновые сапоги, ну а я конечно в кроссовках как обычно. Задача найти участки заболоченные, найти участки сухие. Потом поставить отметки на картах. У каждого есть карта с указанием номер опоры. Для того, чтобы в дальнейшем приступить к работам. И наша техника в тех моментах, где болото, чтобы мы знали, что там нужно будет подстраховаться. Чтобы мы там не забуксовали. Если мы там будем буксовать, тонуть, то уже заранее подстрахуемся и найдем тех, кто будет помогать нам вытаскивать. Сейчас я покажу тот участок, который выбрал себе я. Находимся мы в ГЭС Пучеш. Это город Пучеш. Первый участок обследует у нас мастер до опоры 217. Второй участок у нас обследует инженер до опоры 238. И третий участок до опоры 255 обследую я. И сейчас мы поедем. Это будет бездорожье, грязь, вода, лужи. Будем объезжать по опорам. До тех мест, до которых я не смогу доехать, я буду идти пешком и ставить отметки. Поехали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Находимся на опоре 253-254 Я уже обратил внимание, что здесь попадаются камни Камни такие речные, заглаженные То есть здесь будут проблемы, можем поломать зубья Бывают такие моменты, когда прям сразу за один раз Вот в Рязанской области, допустим, мы ломали зубья Разом 8 штук Один зуб стоит, если не оригинал, 3,5 тысячи А оригинал 6,5 тысячи И если их нет в наличии, то работа может встать на 2-3 дня Пока съездишь в регион и купишь, если они еще есть в наличии Вот здесь опора 253-254 Почва Вот я иду в кроссовках, они не мокрые, но продавливаются Допустимо, нормально Но и по дождю будем проваливаться Если здесь работать в дождливую погоду Хотя в дождливую погоду, кстати, под лэпками работать нельзя Ни ручной силой, ни механизированной Но после дождя здесь работать тоже так же опасно будет Данный объект находится, это значит Ивановская область На границе с Нижегородской областью В этих регионах я работаю впервые Ну сейчас уже могу сказать, что Чем отличается, допустим, работа в Ивановской области Работа в Белгородской области Работа в Калужской или Липецкой области Ивановская область Здесь заболоченность Попадаются камни Попадаются овраги, перепады Находится очень много речек Которые нужно будет переезжать То есть, допустим, вот едем, едем, едем Сделали две опоры И чтобы нам переехать на другую сторону Вот видите овраг, да? У нас не получится доехать Там речка, здесь ее не видно, но вот внизу есть речка И чтобы нам объехать на ту сторону Нам нужно будет объехать 40 километров Вот такие бывают загвоздки Бывают такие моменты, что забуксовали Да, трактор сел И поблизости нет ни колхозов, ни фермеров Потому что здесь лес, здесь речки Здесь заболоченность И никто не занимается фермерским хозяйством И технику найти будет очень сложно В таких ситуациях мы выкручиваемся и придумываем КОНЕЦ 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 У нас получилось 160 гектаров Полный объем работ Мы эти объемы поделили по секторам И на этих секторах уже приступили к работам В одних определенных участках у нас вышли люди Работают Вот как здесь вышел уже трактор Работает Будем сталкиваться с трудностями Эти трудности это значит болото, камни, овраги Но мы их будем преодолевать То есть где-то мы будем делать объезды Где-то в оврагах мы будем косить вручную Будут дождливые погоды Я конечно ожидал здесь совсем другое Ну реально получилось не то, что ожидал Получилось больше оврагов Получилось больше заболоченных мест ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот вам конкретно наглядный пример Первого препятствия, с которым мы столкнулись Это маленький ручеек Чтобы нам этот ручеек объехать Нам предстоит ехать примерно там Несколько десятков километров объезжать А не хватило промежутка Ну примерно 100 метров И все, мы процесс бы закончили Вот из этих 100 метров Объезжаем с другой стороны И наше препятствие как бы заканчивается Едем дальше, работаем Помимо ручейков, оврагов У нас бывают препятствия такие, как болотистая местность Мы эти участки делаем вручную В резиновых сапогах, в болотных сапогах С кусторезами, с бензопилами Вот такие моменты Они начинают предпринимателя стимулировать И в голове начинают появляться новые мысли А как вот реально решать проблемы На будущее, на перспективу И как я вижу решение для таких проблем Речки, речки, болота Это нужно в штате иметь болотоходную технику Есть у меня такой пример Это допустим тромб-8, да, плавающий Это не реклама, это просто позыв души Иметь такую технику у себя в штате Немножко вкратце хотел рассказать, для чего вообще обследование нужно То есть дали тебе техническое задание Дали тебе работу Ты приступил и нет у тебя мысли просто брать, объезжать и обсматривать Если вы приступаете к работам Или планируете работу То вам обязательно нужно понимать Где, в каких местах, что будут находиться Потому что я с такой проблемой сталкивался В 2018 году Работая в Тверской области Мы на линии 110 кВт Очень сильно забуксовали, ну почти утонули То есть мы два дня откапывали трактор Слава богу, что не было морозов Мы откачивали воду помпами Мы отгребали, подготавливали Завозили бревна Делали ливневую дорогу для экскаватора И два дня тяжелой такой упорной работы Поэтому, дабы таких ситуаций, чтобы не было Нужно каждый отрезок дороги Каждый отрезок линии электропередач От одной опоры до другой опоры Нужно обследовать Вот, и как бы с тех времен Уже два года Мы как бы перед началом работ Дотошно все изучаем В каждом проекте требуется Использовать разного вида технику Это и гусеничная, и колесная И болотная То есть и бульдозеры, и экскаваторы Такая техника, она есть в наличии Мы, вот именно тяжелую технику Мы ее не привлекаем А пользуемся своими силами Вот то, что мы сейчас делаем Линии расчищаем мульчером Это как бы он не один для деятельности Это нельзя останавливаться на этом Мы двигаемся дальше И вообще изначально мы начинали с того, что мы выпиливали деревья На кладбищах Это аварийные, опасные деревья Которые угрожали опасностью упасть То есть или падали наоборот Есть кейс Мы делали работу интересную В городе Электросталь Выпиловка аварийных, опасных деревьев Вот И мы пилили деревья частями Ну, методом промышленного альпинизма Мы пилили каждое дерево Опускали И потом контейнерами вывозили Вот А бывает выпиловка, допустим, в городских условиях В городских условиях Ну, это так же сложно, как и на кладбищах То есть там На кладбищах могилки То есть у опасности есть того, что ты разобьешь забор, оградку или могилку А в городских условиях Это нужно заранее согласовать То есть это перекрытие дороги Если, допустим, движение, да, автомобильное Это нужно будет схемы согласовывать Согласовывать с дорожно-патрульной службой Согласовывать с администрацией Значит, если линии электропередач Потом линии трамвайных путей Троллейбусных путей Это все тоже заранее нужно согласовывать В городских условиях нужно с департаментом природопользования согласовывать делать перед всеми работами, за один месяц до начала, нужно делать порубочный билет, перечетную ведомость. Потом, значит, если работы происходят рядом с лесным фондом, то нужно будет, допустим, линии электропередачи выпиливать рядом с лесным фондом. Нужно будет выяснить, какое листничество отвечает именно за определенный участок, и нужно будет заранее уведомлять письмом. Вот это до начала работы и уведомлять по окончанию работы. Еще нужно для лесничества будет предоставить перечетную ведомость, то есть если это будет, допустим, расширение. Мульчирование – это один из нескольких способов расчистки линии электропередачи. То есть это, можно сказать, сложная наука. Это и болотистые места, это и горы, это овраги, это каменистая почва, это городские условия и так далее. Двигаемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин